Здравствуйте, в эфире Голос Америки из Вашингтона. Меня зовут Яна Гринблотт и вы смотрите Брифинг. Как обычно, расскажем о том, что сегодня обсуждают в США. Не забывайте делиться своим мнением в комментариях. Начнем с наименее неожиданной новости. Берни Сандерс, сенсация выборов 2016 года, вновь пытает счастье в борьбе за президентство. В битву за Белый дом вступил сенатор Аштадта Вермонт Берни Сандерс, ставший сенсацией предыдущих президентских выборов. Сандерс считается независимым сенатором, однако в 2016 году он боролся за президентскую номинацию Демократической партии, проиграв Хиллари Клинтон. Сандерс имеет леволиберальные взгляды. Он призывает к отмене платного обучения в государственных высших учебных заведениях, распространению медицинского страхования на всех жителей США и увеличению минимальной зарплаты. 77-летний Сандерс пользуется значительной популярностью. На прошлых выборах он создал большую сеть активистов, поддерживавших его кандидатуру. Сандерс присоединился к большой группе демократов, намеренных бросить вызов действующему президенту-республиканцу Дональду Трампу. Среди них наиболее известны сенаторы Кори Букер, Камала Харрис, Эмми Клобушар, Кирсин Джилибрент, Шерет Браун и Элизабет Уоррен, конгрессвумен Тулси Габбард, бывший министр жилищного хозяйства Джулиан Кастро и экс-конгрессмен Том Дилэнни. Возможно, что к ним добавятся бывший вице-президент США Джо Байден и бывший конгрессмен Бетто Урурк. Также не исключено появление независимого кандидата или кандидата. Среди них называют Говарда Шульц, основателей сети Starbucks. Согласно результатам опроса, проведенного Морлинг-Консал, среди избирателей-демократов наибольшей популярностью пользуется Джо Байден, выбор 29% респондентов, Берни Сандерс – 22% и Камала Харрис – 13%. Байден и Сандерс также наиболее узнаваемы из кандидатов. Байден считается центристом, Сандерс и Харрис – представители левого крыла демократической партии. Опрос, проведенный в конце января среди избирателей штата Мичиган, показал, что если бы выборы состоялись тогда, то Дональд Трамп проиграл бы выборы в штате Байдену, Сандерсу, Харрис и Уоррен. Мнение мичиганцев имеет большое значение. Это один из 12 так называемых колеблющихся штатов, которые голосуют и за демократов, и за республиканцев. Результаты выборов в Мичигане способны оказать решающее значение на результаты выборов в общенациональном масштабе. До президентских выборов остается более 600 дней. Обычно мы видим только конечный результат по телевизору, но мы даже не представляем, какая колоссальная работа стоит за подготовкой церемонии вручения наград «Оскар». Для нас «Оскар» выглядит так. Но для того, чтобы на красную ковровую дорожку и на сцену вышли звезды кино, за кулисами работают сотни людей, таких как Рэнди Томас, обеспечивая гладкую организацию шоу. И я говорю, дамы и господа, займите свои места, церемония начнется через пять минут. Я могу заставить знаменитостей сесть на место. В торжественный вечер ее голос будет самым главным. Я вживую объявляю выход на сцену. Открытие церемонии идет вживую. Всех, кто вручает награды. Она также зачитывает факты о победителях, пока они поднимаются на сцену. А когда речь заходит о том, чтобы убедиться, что звезды выглядят хорошо перед своим выходом... Просто, чтобы все было сделано. ...то в дело вступает Брюс Грейсон. Когда они наносят макияж, это и есть их подготовка. Это как футболист, завязывающий шнурки перед выходом на поле. Брюс ответственный за макияж на церемонии. И часто ему приходится делать свою работу за считанные секунды. Иногда мы поправляем макияж за менее чем 30 секунд. Все всегда в последнюю минуту. Мы же хотим самые свежие цветы. Хельт украшает цветами губернаторский бал – праздничную вечеринку после вручения наград. В этом году команда флористов создаст 300 композиций и ни одной повторяющейся. От героев шоу-бизнеса к обыкновенным героям. Сотрудница кофейни с пончиками Данкин Донатс убежала с работы, чтобы спасти жизнь одному из водителей дальнобойщиков на парковке. Камеры видеонаблюдения запечатлели 29-летнего водителя грузовика Дэвида Вуда, который упал прямо напротив своего седельного тягача. У мужчины случился сердечный приступ. Его заметил другой водитель, который и вызвал скорую. А клиент, который приезжал через автокафе Данкин Донатс, прилегающий к стоянке отдыха дальнобойщиков, сообщил сотрудникам о том, что происходит. Именно в этот момент 24-летняя Эйприл Мерчант выбежала наружу и немедленно приступила к CPR, сердечно-легочной реанимации. Я навсегда у нее в долгу. Даже врачи говорят, если бы не она, его бы с нами уже не было. Сама же спасительница утверждает, что была всего лишь одной из многих, кто вызвался помочь Дэвиду. Она помнит, как радовалась, когда кто-то закричал, у него есть пульс. Я еще час проплакала, а потом еще немного после. Эйприл посещала обязательные курсы в колледже, на которых ее научили, как выполняется сердечно-легочная реанимация. Я не знаю, что бы я делала, если бы не посещала занятия. Лежащего на снегу Дэвида обнаружили спустя 8 минут после приступа. Доктора говорят, что снег предостерег его от возможных травм мозга. Два дня спустя он на ногах в полном сознании. Мама Дэвида Филиш утверждает, что болезни сердца не чужды их семье, но пока не уверена, что именно стало причиной случившегося с ее сыном. Одно она знает точно, Эйприл ее герой. Не уверена насчет этого. Странно себя чувствую, когда меня называют героем. Во всяком случае, я себя таковым не ощущаю. Она спасла нашу семью. У него три замечательных ребенка, замечательная жена. Я не знаю, что бы я делала, если бы потеряла своего сына. Представьте себе операцию, которую проводят на еще не родившемся ребенке. Вместо операционного стола – тело матери, которое двигается с каждым вдохом. Несколько лет назад врачи начали делать операции для коррекции расщепления позвоночника – спинобифида, чтобы дать возможность маленьким пациентам расти и развиваться. Эти кадры – чудо современной медицины. Эдли Миллер начала ходить. О шокирующем диагнозе своей тогда еще нерожденной дочери Дженни и Дрю Миллер узнали 4 года назад. Дженни была в слезах и сказала «спинобифида». И я помню, понятия не имел, что такое спинобифида. Спинобифида – это расщепление позвоночника. У детей, рожденных с этим пороком, спиной мозг, а также мозговые оболочки и позвонки в определенном отделе сформировались неправильно. Если оставить этот порок без операции, пациент не сможет полноценно двигаться. А у многих также развивается умственная отсталость. Врачи клиники Мэйо в Рочестельштадт, Миннесота, сравнительно недавно начали делать внутриутробные операции для коррекции спинобифида. Еще до рождения Хедли ей сделали операцию. Мы открываем брюшную полость, подносим спину ребенка к разрезу в матке и оперируем спинобифида. Это очень непростая и деликатная операция. В случае Хедли расщепление было настолько большим, что врачам пришлось использовать ткани из сердца коровы в качестве заплатки для позвоночника малышки. Последние три месяца все молились, чтобы эта заплатка удержалась. Наконец, малышка Хедли родилась. Операция не обеспечивает полное избавление от проблемы с позвоночником. У нее впереди длинная дорога к реабилитации. Она ходит на танцы каждый понедельник и танцует с другими дошкольниками. Благодаря врачам малышка пойдет в школу самостоятельно. К берегам острова Падро в Южном Техасе прибила бутылку с посланием. Как выяснилось, она провела в океане больше полувека. Что же было в записке? Мы собираем вот эти маленькие весла. Они охотники за сокровищами. Попадаются веревки, старые каски, уточки, приманки, даже головы от манекенов. Джим и Кэнди Дюк уже привыкли находить на пляже необычные вещи. Мы любим просыпаться рано и идти на поиски сокровищ. На заборе вокруг их дома настоящая выставка. И у нас тут, наверное, больше ста бутылок. Но очередная прогулка по пляжу обернулась для них чем-то особенным. Джим, они нашли вот это, настоящее послание в бутылке. Эмоции Джима можно понять по фотографии. Мы были в восторге. Там было сказано, что бутылку надо разбить. Находка выглядела довольно старой. Джим и Кэнди взяли ее домой и стали думать, как извлечь послание. Процесс они решили запечатлеть на видео и запустили прямой эфир в Фейсбуке. Это всегда очень романтично, найти послание в бутылке. Ты думаешь, может это какой-то парень написал девушке или наоборот. Джим попытался вытащить пробку. Это оказалось не так-то просто, даже что просломался. Но они решили не сдаваться. Наконец, загадочная записка была излечена на свет. Тут важное. Оказывается, это была целая серия бутылок. Их выбросил в море ученый лаборатории Галвистон, научного центра по изучению рыбных ресурсов. В послании исследователь объясняет, что выброшенные в океан бутылки должны помочь ему изучить роль течений в перемещениях молоди креветок. Тут написано, что надо заполнить открытку и отправить ему. Джим и Кэнди так и сделали, а взамен... Каждому отправят 50 центов вознаграждения. Кстати, из Национальной администрации по океаническим и атмосферным исследованиям уже звонили, чтобы прислать чек, но Джим и Кэнди отказались. Всего в 1962 году в Мексиканский залив было выброшено почти 8 тысяч таких бутылок. И хоть в этой сокровище не было, Джим и Кэнди решили ее сохранить. Их награда — это сама история. Спасибо, что были сегодня с нами. До встречи на брифинге.